Говорит Радио Свобода 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 превратились вот в такие вот зыбучие пески, как было, так сказать, говорилось про другой период уже общероссийской урбанизации. Что-то около, как бы, 20-е годы, когда в Москву и в крупные города тоже хлынули люди из провинции, а старый слой, так сказать, такой дворянско-интеллигентский был выметен. Ну, 20-е, 30-е даже, скорее, собственно, пик-то был 30-е годы. Вот эти вот зыбучие пески урбанизации, это скорее 30-е годы. Поэтому, на самом деле, в какой-то мере повторно и достаточно болезненно Северный Кавказ проходит вот этот период. Ну, а что там, собственно, происходит? Что, вы говорите, динамично? Вот берут деньги из федерального бюджета, эти деньги попадают местным элитам, кое-что достается тем, кто эти элиты обслуживает. И, собственно, как-то выживают. Вам скажут, что промышленности там толком нет, сельское хозяйство, ну, такое несовременное, прямо скажем, и прочее, прочее. То есть, где динамика-то? Динамика в том, что люди бегут из деревни, где ничего нельзя заработать, в город, где что-то можно подзаработать. Вот и все. Значит, на самом деле, да, действительно, наверное, из Москвы картинка смотрится именно так. Когда ездишь по регионам, картинка смотрится совершенно по-другому. В этом смысле Северный Кавказ не очень сильно отличается от любого другого российского региона, где вы найдете действительно территории депрессии, территории депопуляции, территории застоя, и вы найдете активно растущие центры. Единственное серьезное отличие в том, что подавляющее большинство этих центров на Северном Кавказе, особенно в восточной части Северного Кавказа, находятся в рамках теневой экономики. Например, вот в Махачкале очень активно развита обувная промышленность, о чем почти никто не знает. Очень большая доля обуви, собственно, которая распространяется по всей стране, производится в Махачкале. В Карачаево-Черкесии огромный трикотажный кластер возят свои изделия по всей стране. Далеко не всегда, конечно, под своими брендами. Это как бы особая история. Огромное сельскохозяйственное производство, очень часто достаточно модернизированное, достаточно активно развивающееся. Есть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что теневая экономика создает очень серьезные барьеры для развития. Нельзя создать свой бренд, нельзя привлечь внешние инвестиции. Сложно каким-то образом, особенно в сельском хозяйстве, страховать результаты деятельности. И, безусловно, все это сказывается негативно. Но если она теневая, значит, им это выгодно так жить? На самом деле, здесь, опять же, все сложнее, потому что, наверное, каким-то секторам теневой экономики это выгодно, но, кроме того, это выгодно определенным частям элиты, которые, собственно, вместо налогов официальных в бюджет соответствующих регионов и муниципалитетов получают взятки за то, чтобы не трогать вот этих вот теневых предпринимателей. И, в общем, я знаю несколько достаточно серьезных историй, когда попытки легализации теневого бизнеса заканчивались тем, что этот бизнес снова загонялся тем или иным способом обратно в тень, прекращал платить налоги, но зато продолжал платить взятки. А как быть с цифрами безработицы? Везде мы видим грандиозные цифры безработицы на Северном Кавказе. И один из поводов федеральной власти выделять туда достаточно большие деньги и обещать инвестиции государственные это как раз борьба с безработицей, что, как считается, способствует и стабилизации политической в этом регионе. Знаете, с безработицей все очень интересно. Вот когда я первый раз пять лет назад приехала на Северный Кавказ, то, собственно, тогда мы общались в основном с властями и нам говорили практически в любой республике, что есть две проблемы. Это безработица и отсутствие детских садов. А вот когда начинаешь спрашивать, а, собственно, если у вас такая огромная безработица, зачем вам нужны детские сады? У вас женщины могут сидеть дома с детьми. Выясняется, что на самом-то деле все эти женщины заняты. Они либо торгуют на рынках, либо они работают в лично-подсобном хозяйстве, то есть здесь происходит очень такая специфическая ситуация, когда люди считают себя небезработными, только если они работают в официальном, а желательно вообще государственном секторе. Все остальные люди, которые могут быть заняты с утра до вечера и получать теневые доходы, твердо уверены, что они являются безработными. То есть на самом деле проблема Северного Кавказа это не проблема массовой безработицы. Опять же, безусловно, есть какие-то территории, где проблемы безработицы актуальны. Но в первую очередь это проблема незащищенности работника. А кроме того... Ну, она и в России есть. Но все-таки, когда экономика теневая, незащищенность работника намного выше, социальные гарантии отсутствуют в принципе, есть другая проблема. Есть проблема, что определенная часть населения, определенная часть молодежи предпочитает не работать 11 месяцев в году, а сезонно, ударно поработать, например, на выращивание каких-то овощей или фруктов, и дальше, собственно, ничего не делать остальную часть года, живя на эти доходы. Но такая ситуация не только на Кавказе. Я с такой ситуацией, собственно, сталкивалась во многих российских деревнях. Поэтому здесь это частый собственный выбор людей, и ничего специфически кавказского я тут не вижу. Ну, вот государство хотело выделить достаточно большие суммы, создавать там предприятия, туристический кластер, горнолыжные курорты. Что можно сказать о том, что произошло за примерно 4 года, вот после создания этого Северо-Кавказского округа, которым руководит господин Хлопонин? Ну, на самом деле, очень четко видно два момента. Во-первых, вот туда, куда инвестиции раньше вообще не шли, где действительно есть запретительно высокие барьеры для эффективного ведения бизнеса, они в общем не пошли и сейчас. И если мы посмотрим географию распространения проектов, которые поддерживаются в рамках стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа, то мы увидим, что это в первую очередь Ставропольский край, что это немножко Западный Кавказ, а если мы Северо-Западный, а если мы возьмем Северо-Восточный Кавказ, то это, в общем, отдельные демонстрационные проекты, которые призваны показать, что стратегия работает, но никак не реально массовые инвестиции. Либо это какие-то проекты местных предпринимателей, которые, ну, наверное, в рамках договоренности с местными властями, опять же, демонстрируют результаты развития. А можно ли говорить о том, что эти проекты проваливаются не только из-за вот этой военно-политической нестабильности, скажем, в Дагестане или прошлого, прошлых войн в Чечне, но и из-за очень высокой коррупции самих, так сказать, исполнителей, скажем так, но вот дело Белавовых, по-моему, оно все-таки нашумело за последнее время? Безусловно, просто надо понимать, что, в общем, нормальные бизнесмены, которые рассчитывают получить коммерческую выгоду, не пойдут с инвестициями в те регионы, где они четко понимают, что они не смогут отстоять свои интересы в суде. Поэтому... А что, в России можно отстоять интересы в суде? Ну, на самом деле, гораздо в большей степени, чем на Северном Кавказе. В Лондонском суде. Хотя бы. Я сама лично видела решение... Вот я сейчас не вспомню, по-моему, это был Верховный суд Дагестана, но я точно не помню, где абсолютно четко продемонстрированный факт дачи-взятки был интерпретирован как выплата арендной платы, подтверждающая права соответствующего субъекта на спорный участок земли, но вот почему-то арендная плата была выплачена не в кассу, а в карман местного чиновника, но тем не менее судом она была признана арендной платой. Но все-таки вот, наверное, такая экзотика, она больше Северокавказская. Ну, если вот говорить как раз об элитах Северокавказских, действительно, есть такой стереотип, ну, что есть, то есть, что выросло, то выросло, и других там руководителей не будет. Хотя делались попытки там сменить одного на другого, и даже на наших глазах вот они только что произошли, скажем, в Тагестане не так давно, или в Кабардино-Балкарии. Ну и что, вот эта перемена фигур, она что-нибудь принципиально меняет в ситуации? Ну, на самом деле, надо понимать, что, в общем, тасуется более или менее одна и та же колода. И есть два момента, которые, с моей точки зрения, не позволяют реально изменить ситуацию, и реально каким-то образом вот эту вот колоду обновить. Во-первых, это все-таки очень жесткие идеологические ограничения. То есть, совершенно очевидно, что на Северном Кавказе практически любой человек, который не придерживается, например, ортодоксальных, религиозных, исламских взглядов, вот то, что называется традиционным ислам, в общем, имеет не очень много шансов попасть в эту колоду совершенно вне зависимости от того, каковы его взгляды в отношении светского государства, в отношении того, каким образом необходимо управлять в существующей ситуации и так далее. Это момент первый. Момент второй, то, о чем мы уже много говорили, мы не говорили об этом в этом докладе, но много об этом писали до того. На самом деле элиту надо готовить. Элита просто так, при тех внутренних условиях, которые сложились в этих республиках, она не вырастет, или она будет расти достаточно долго, или для того, чтобы эта элита реально смогла взять ответственность за решение проблем региона. Региону придется пройти через достаточно серьезные потрясения. Ну, центр же присылает начальников в Кабардино-Балкарию, генерала МВД, а в, скажем, Дагестан, бывшего парламентского деятеля, имею в виду Абдулатипова, а еще кого-то в какую-нибудь другую республику, генерала в Ингушетию. Ну, значит, они работают с кадрами, как они понимают это? Выращивают элиты, на самом деле ведь могут уже быть разные взгляды о том, как выращивать элиты. Мы предлагали программу кадровый резерв для Северного Кавказа, в которую был бы достаточно свободный отбор, при жестком контроле промежуточных результатов, вот смог человек за год всерьез продвинуться в изучении иностранного языка, это достаточно просто контролируется, значит, переходит на следующий уровень, и которое предусматривало бы очень серьезное обучение управленческим технологиям, и очень серьезный культурный компонент, то есть восприятие других культур, восприятие другой системы ценностей, реально расширение кругозора, Северному Кавказу очень не хватает кругозора, это реальная проблема, которая там существует. Вы имеете ввиду, что варится в собственном мире, да? Да, у меня был период, когда каждую свою поездку на Северный Кавказ я везла пол чемодана книг, разных очень, научных, публицистических, просто потому, что к ним особо доступа там нету, а спрос на самом деле очень большой, люди очень хотят понимать, как устроен этот мир. Пусть пользуются интернетом. Ну, на самом деле надо же понимать, что искать в интернете. В этом смысле здесь очень важно, чтобы были какие-то направления. И далеко не вся та же научная литература собственно в интернете доступна. Поэтому вот эта проблема реально есть. Нам казалось, что такая программа достаточно длительная, мы предполагали, что это должно быть модулями не менее трех лет, естественно, с перерывами, потому что люди должны каким-то образом при этом работать. могла бы сформировать некое сообщество людей на Северном Кавказе с хорошим уровнем образования, которые бы по-другому смотрели на северокавказские проблемы. Это вовсе не значит, что их нужно будет после этого взять и привезти за руку к руководящим креслам и туда посадить. А они не будут брать взятки, да? На самом деле они будут представлять себе другую картину развития региона. А что, они в Москве другую картину найдут? В Москве или там в России в целом нет коррупции, нет непотизма, нет распилов бюджетов. Все же то же самое, но вопрос просто в масштабе. Да есть, конечно, но мы же говорим не о том, что мы предлагаем отправить их совершенствоваться в российские органы власти. Но вы отправите в российскую компанию, им объяснят, как иметь дело с российскими органами власти, как решаются вопросы. То есть ничему хорошему, подозревая, научить невозможно. Ну, на самом деле мы предполагали, что в этой программе должно быть несколько стажировок в страны с разным типом экономики и разным типом культуры, и в развитые западные страны, и в не очень развитые западные страны, и, например, те, где есть проблемы, схожие с проблемами Северного Кавказа. Я думаю, что Италия здесь очень интересна. Вообще итальянский опыт на самом деле мог бы очень сильно помочь нам не повторять чужих ошибок и использовать успешные рецепты, но, к сожалению, международный опыт мы в этом смысле используем мало. И, возможно, в какую-то исламскую страну, чтобы они посмотрели, как все это работает на самом деле. Но здесь же проблема очень во многом в том, как люди видят свое будущее и как люди видят ту систему, в которой им комфортно. Если люди понимают, что, будучи бизнесменами и видя, как, получив серьезные управленческие компетенции, раскрутить собственное дело, они могут получить много больше, чем те взятки, которые нужно, рискуя, брать, будучи чиновником, то совершенно не очевидно, что они станут чиновниками и будут брать взятки. Значительная часть таких людей, я так понимаю, покинула Северный Кавказ и переместилась в более приятное для бизнеса и для ведения дел территории не только в Россию. Безусловно. Но в этом смысле мы не должны забывать опыт Китая, где одним из основных драйверов экономического чуда стали именно диаспоры за рубежом. Эти диаспоры столетиями там нарастали, правда? Никто же не сказал, что они обязательно должны нарастать столетиями. Просто людей, уехавших с территории, можно рассматривать как безвозвратную потерю, а можно рассматривать как дополнительный ресурс. А вот Владимир Путин сказал, где родился, там и пригодился. Вот там на Кавказе настроить всяких предприятий, пусть они там у себя и работают. Ну, на самом деле, во-первых, не настроят. Ну как, вот программы же были, что там хлопонит, что-то построил, да? Программы были, а предприятия это есть четыре года прошло. Ну я не знаю, вот курорт какой-нибудь там, Архыз, да? Курорт пока один Архыз и второй абсолютно локальный курорт в Ингушетии, собственно, там, где есть красивые горы и хорошие условия для горно-лыжного спорта, никто не сказал, что не должны быть. А там местные. Вот на самом деле небольшие курорты, рассчитанные на местных туристов, на Северном Кавказе, с моей точки зрения, нет. Из крупных курортов, собственно, только-только начинает работать Архыз. У меня ощущение, что в других местах, так сказать, никто курорты не начинает, поэтому не думаю я, что вот тот вариант, что понастроят предприятия, а тут еще ведь надо понимать, что на Северном Кавказе очень широко развито высшее образование, хотя бы формальное. Всеобщее высшее. Всеобщее высшее. Ну уже не все, общее. На самом деле престижность высшего образования падает, потому что ясно, что оно, в общем, сейчас уже не является способом продвижения. Все понимают, что качество высшего образования на Северном Кавказе не очень высоко. Но, тем не менее, для меня совершенно не очевидно, что люди, получившие хотя бы формально высшее образование, и тем самым люди достаточно амбициозные и рассчитывающие на карьеру, пойдут работать на предприятии. Чем, собственно, работа у станка лучше, чем работа в рамках той же теневой экономики, где, в общем, можно и налогов не платить. Ну, сегодня, когда обсуждали ваш доклад, по-моему, кто-то сказал, что теперь социальным лифтом будет служба в армии, поскольку на госслужбу без нее не попасть. А как раз на Северном Кавказе многих молодых людей, значительную часть, особенно в Чечне, просто не призывают в армию, они даже платить за это будут. Так, они теперь будут рваться в вооруженные силы, а не в вузы. Вот так, скорее всего, и будет. Ну, посмотрим. На самом деле, я не могу сказать, что все поголовные на Северном Кавказе рвутся на госслужбу, хотя служба в армии действительно является престижной. Это действительно так, и для жителей Северного Кавказа то, что их не призывают в армию для молодых людей, действительно является достаточно серьезной проблемой. Я напомню, что в эфире Радио Свободы Ирина Стародубровская, научный сотрудник Института Гайдара, говорим о докладе, который сегодня опубликован о ситуации на Северном Кавказе 8 800 222 12 бесплатный телефон прямого эфира, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ирина Викторовна, так за что все-таки платит федеральный центр сейчас то, что критики этой политики называют данью? Вот за что он платит? За модернизацию Северного Кавказа или за то, чтобы нынешние российские, точнее, кавказские элиты удерживали свои народы в российской орбите? Я думаю, что в первую очередь федеральный центр платит за стабильность, а стабильности не получается. Собственно, стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа попыталась переключить плату за стабильность на плату за модернизацию, но поскольку с нашей точки зрения в общем это было сделано достаточно негодными средствами, то пока ощущение, что ничего хорошего особо из этого не получается. А как быть с тем, что фактически в Дагестане идет война, назывались цифры там, по-моему, 7 тысяч погибших за лет 10? Собственно, что-то с этим можно сделать? Вообще, какие стратегии могут хотя бы снизить количество жертв этой войны? Ну, на самом деле мы провели анализ, который, конечно, не является строгим доказательством, но тем не менее заставляет задуматься. Когда, начиная с осени 2010 года на Северном Кавказе и в первую очередь в Дагестане начались процессы гражданского примирения, начала работать комиссия по адаптации боевиков, начались процессы межрелигиозного, точнее, внутрирелигиозного, внутри исламского диалога, поскольку основная там проблема собственно внутри конфессиональная, число погибших силовиков, мы отслеживали именно этот показатель, по нему есть длинные временные ряды, стало ощутимо снижаться. У меня ощущение, что потребность в умиротворении, потребность в диалоге собственно в регионе огромна, что люди очень хотят договориться, люди очень хотят прекратить вот это противостояние, которое на самом деле очень тяжело сказывается практически на каждой семье. Вот нам здесь кажется, что есть такая вот стена бетонная, вот с одной стороны хорошие ребята, с другой стороны плохие ребята. Нету такой ситуации. Это прошлось очень тяжелым катком практически по каждой семье. это гражданская война, понятно. Ну, я бы не говорила, что это гражданская война, слава богу, до этого пока не дошло, но это очень серьезное гражданское противостояние. Я не знаю, правильно ли будет такая аналогия, но это, понимаете, были в конце концов войны между католиками и протестантами. Вот представим себе, что в такой войне Москва берет сторону, я не знаю, католиков. Вот по-моему, это то же самое, что происходит в Дагестане, что федеральная российская власть выбрала одну из сторон и ее поддерживает, а вторую уничтожает. Ну, на самом деле в чем-то, наверное, аналогия верна, но вот очень хорошо вы привели пример про католиков и протестантов, потому что на самом деле история удачного, успешного разрешения конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии с моей точки зрения могла бы сыграть очень важную роль использования вот этого опыта в российских условиях, потому что если очень коротко сказать, на чем, собственно, удалось закончить конфликт, то две стороны договорились о том, что они пока не ставят вопрос о далеком будущем статусе этих территорий, а начинают решать те проблемы сегодняшние, повседневные, актуальные, важные для территории, в которых, собственно, у них нету жестких разногласий о том, каким образом эти проблемы решать. И у меня ощущение, что если именно так поставить вопрос, если перестать ставить основной акцент на том, в какую утопию верят люди в неопределенной исторической перспективе, а поставить вопрос о том, готовы или не готовы они решать те повседневные проблемы, острота которых на Северном Кавказе для всех очевидна, то, собственно, в этой ситуации окажется, что гораздо больше сторонников позитивной плодотворной работы над проблемами, чем людей, которые готовы с оружием в руках сражаться за непонятную утопию. Вы же, я так понимаю, выступаете за применение силы к части тех, кто, так сказать, не согласен там, то есть к непримиримым, правильно? А есть какая-то часть, с которой возможен диалог, вы считаете? Значит, на самом деле, вот здесь, мне кажется, нужно четко разделить очень разные категории людей. Во-первых, это люди, которые не нарушают российское законодательство. Вот я хотела бы очень четко это подчеркнуть. Они действуют в рамках закона, но они имеют религиозные взгляды, которые отличаются от тех, которые традиционно сложились в данном регионе. И на самом деле, эти люди должны в соответствии с Конституцией Российской Федерации иметь возможность выражать свои взгляды и, собственно, пользоваться свободой совести. Но у них нет, значит, такой возможности, правильно? Вот то, что практически всех этих людей часто приравнивают к экстремистам, террористам и так далее, во многом является причиной острой ситуации. В конце концов, если мы даже отвлечемся от Кавказа, то в российском обществе достаточно много людей, которые считают, что в перспективе они борются за какое-то изменение существующей Конституции. Господа коммунисты, сидящие в парламенте выступают за восстановление советской власти. Но есть монархисты, есть сторонники православного государства, театра, теократического. Мы же на основе этого не говорим, что эти люди выходят за рамки правового поля и что они нарушают закон. Некоторых уже за мысли преступления сажают, извините, при нынешнем режиме. Да, я согласна. Но на самом деле я бы сказала, что это вот те метастазы, которые распространяются из остро конфликтных регионов, каким собственно и является Северный Кавказ, на всю остальную страну. И это тоже нужно очень четко понимать. Ну, я понимаю, что пример Чечни это как бы другим наука. Вот создание практически государства внутри государства тоталитарного режима во главе со своим вождем. Ну, что, по-моему, этот пример очень нравится многим нынешним руководителям. И он их устраивает. Ну, платишь деньги, получаешь иллюзию стабильности. Ну, вообще, на самом деле, плата за иллюзии это, конечно, вещь хорошая. Только вот вопрос, что происходит, когда иллюзии заканчиваются. А то, что мы на сегодня имеем иллюзию стабильности режима, вовсе не означает, что мы эту иллюзию... Вы имеете в виду в Чечне? Да. Что мы эту иллюзию будем иметь завтра. Ну, может это продлиться долго. Денег хватает пока. Многие эксперты считают ситуацию в Чечне очень нестабильной, потому что, когда, собственно, вся ситуация завязана на одном человеке, любая неприятность, происходящая с этим человеком, может радикально ситуацию изменить. Но я бы все-таки хотела договорить, мы начали вот про те группы, которые... Значит, вот первая группа это люди, которые являются гражданами Российской Федерации, это люди, которые воспринимают себя как граждане Российской Федерации и фразу «Мы не хотим быть гражданами второго сорта», пожалуй, на Северном Кавказе от нетрадиционных мусульман я слышала чаще, чем от кого-либо другого. И, собственно, к этим людям, по идее, никаких претензий быть не должно. Вторая группа людей это люди, которые так или иначе нарушили закон, это люди, которые так или иначе попали в орбиту вооруженного сопротивления, но они понимают, что этот путь был неправильным и они готовы прекратить вооруженную борьбу и адаптироваться к мирной жизни. Применительно к этим людям должны существовать процедуры, которые облегчают им проведение подобной трансформации. Вот, собственно, комиссии по адаптации, которые были в нескольких кавказских регионах, но, к сожалению, практически везде прекратили свою работу, они так или иначе нащупывали эти процедуры. Но теперь все вернулось к старому, правильно? К силовым сценариям. Да. Опять же, здесь могут быть разные процедуры для людей, которые, ну вот, как-то вот по глупости сделали такой выбор, на которых нет крови, которые реально не участвовали в насильственных действиях, и для тех людей, которые реально участвовали в насильственных действиях, но, тем не менее, готовы это прекратить. Но процедуры адаптации должны быть. И, наконец, третья группа, это, собственно, те непримиримые, которые реально не готовы прекратить сопротивление. Да, конечно, как по-другому можно бороться с людьми, применяющими насилие, и не готовыми это насилие прекратить, как не силовыми методами. Я слышал, что часть северокавказских элит и дагестанских, собственно, она на самом деле с этими непримиримыми это связана, и это тоже механизм, который им помогает, ну, например, получать дополнительные средства из федерального бюджета, так сказать, угроза дестабилизации и получения денег. Ну, на самом деле, информации, точной информации на этой теме нет. То, что в регионах об этом много говорят, я могу подтвердить, причем это не только им помогает получать дополнительные средства, это помогает и неправовыми методами им решать какие-то свои внутренние властные проблемы. Ну, никто же не будет скрывать, что у многих начальников на Северном Кавказе есть свои собственные маленькие армии. Есть. Не только у Кадырова, правильно? Есть, да, конечно. Ну, и непонятно, каков, опять же, правовой статус. Возникает мысль о том, что некоторые территории Северного Кавказа, что бы ни говорили в Москве, на самом деле постепенно двигаются к квазенезависимому существованию. Нет у вас такого ощущения? Вы знаете, вот у меня на самом деле ощущение другое. У меня ощущение, что сейчас гораздо больше разговоров идет об отделении Северного Кавказа в Москве, чем на Северном Кавказе. Но это популярный лозунг «хватит кормить Кавказ». Да, да. Он запущен в массы, он опробован. Его можно и так трактовать как отделение, а можно трактовать как не дадим денег вот этим самым коррумпированным элитам на юге России. Наведем порядок. Пока у нас не было уголовной ответственности за призывы к сепаратизму, говорилось и в открытую, что собственно Северный Кавказ надо отделить. Но здесь надо понять, что сейчас позиция на Северном Кавказе, ну во всяком случае мы общаемся с очень широкими группами людей самых разных статусов, самых разных национальностей и так далее, состоит в том, что собственно куда им отделяться. Язык, который все знают, язык междунационального общения это русский язык. Люди достаточно массово едут работать, учиться в Москву, в Питер, в другие российские города. Собственно связи с диаспорами в первую очередь именно в разных российских центрах и очень многие бизнес завязан на эти сети. И мне кажется, что вот это гораздо более серьезный стимул для населения. Я сейчас говорю не про те элиты, которые собственно получают и распределяют федеральные И говорят, что из России нас можно только силой выгнать. Ну да, как цитирует Расул Гамзатова, Дагестан добровольно в состав России не входил и добровольно из нее не выйдет. То есть на самом деле у меня ощущение, что здесь все далеко не так примитивно, что вот Россия дает деньги, тогда мы с Россией, а Россия деньги давать не будет, тогда мы не с Россией. Кое-кто из известных мне общественников на Северном Кавказе собственно вполне поддерживает лозунг «хватит кормить Кавказ», потому что они прекрасно понимают, что кормление Кавказа это в первую очередь кормление элиты, а простым людям собственно не так уж много из всего этого и доходит. Ну а как они предлагают изменить существующую систему, которая в значительной степени держится на традициях, на том, что называют адатами и на исламских каких-то традициях, все это вместе создает как раз, по-моему, самое серьезное препятствие для той модернизации, о которой вы говорите? Да вот я бы не сказала, потому что на самом деле самая серьезная модернизация, самое серьезное препятствие для модернизации это когда не работают никакие правила игры. Я вот очень люблю приводить пример моего разговора с одним из руководителей сел в Дагестане, который привез нас на пригорочек, показал нам определенную такую ложбинку и сказал, вот эта территория вообще вот по российским законам она соседнего района, но по шариату она наша, и мы здесь скот пасем. Говорим, а собственно вот никто не возражает, что вы здесь скот пасете, но вообще туда дорога только от нас, ну и собственно высоты, с которых это простреливается с нашей стороны. Вот когда последним аргументом становятся высоты, с которых простреливается, вот на самом деле мне кажется, что это гораздо более серьезная проблема, чем когда люди могут договориться хоть на каких-то принципах. Мне очень часто говорили молодые люди на Северном Кавказе, что те, которые придерживаются достаточно радикальных исламских взглядов, что да, конечно, было бы очень хорошо, чтобы здесь действовал шариат, но в общем, если бы реально работали российские законы, нас бы это тоже устроило. Давайте мы послушаем, что хотят спросить наши слушатели. Вот Вячеслав из Калужской области, пожалуйста, ваш вопрос, Ирина Стародубровская. Вопрос такой вот, ваши гости сегодня говорят, что там традиционно очень хорошее высшее образование на Кавказе. Хорошее не говорилось. Вот у меня вопрос, по-моему, даже в Москве была специальная английская школа, туда брали только детей, у кого были родители, работали в газете, правда, такие революционеры. Это обычные люди обучиваться английскому языку, это было очень сложно. А сейчас, я смотрю, мода... Ну, Вячеслав, я вас понял, да, давайте о качестве образования тогда уж ответим. Что там с качеством? Ну, на самом деле, вот как раз, я прошу прощения, если я сформулировала недостаточно четко, я как раз говорила о том, что качество образования там очень плохое в большинстве случаев, но престижность иметь диплом о высшем образовании на самом деле до сих пор достаточно высока, хотя и снижается. А, по-моему, программу, я так понял, эту не одобрили, которую вы предлагали. Нет. По обучению. Дорого, конечно, лучше стабильность платить. Хорошо, давайте еще один звонок возьмем. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о какой-то модернизации, а как же понять, что у нас умышленное уничтожение промышленности? По-моему, у нас уже пора не кормить Кавказ, как раз Кавказ надо покормить, российские регионы надо покормить, нам надо наконец прекратить кормить доллар и евро. Вот такая патриотическая позиция. Что скажете, как экономист? Ну, на самом деле, деиндустриализация на Северном Кавказе в определенной степени была вполне закономерна, потому что, собственно, далеко не всегда в отдаленном регионе есть конкурентные преимущества по сравнению с размещением промышленности в других территориях. Известно, что в советское время, собственно, эти факторы во внимание не принимались, а в современных условиях, естественно, невозможно не принимать во внимание факторы конкурентоспособности. Особенно, если это частные деньги. Безусловно. В какой-то мере, может быть, это действительно было сделано в пользу каких-то лиц, но это, собственно, уже история. Историю мы переписать так или иначе не можем. Мы, по-моему, говорили о том, что власти захотели что-то такое построить на государственные деньги. А вот действительно хоть что-нибудь эффективное удалось создать? Вот эффективное современное производство, которым может гордиться, ну, я не знаю, Кабардино-Балкария или Карачаева-Черкесия. Вот за счет этих кредитов, которые туда направлялись четыре года. Ну, вы знаете, четыре года это очень маленький срок для того, чтобы оценить, насколько что-то эффективно или неэффективно. Я бы сказала о достаточно интересной с моей точки зрения инициативе, которая была в Кабардино-Балкарии, где стали выращивать шпалерные сады по итальянской технологии. Причем это было не просто экономическим проектом. Собственно, члены элиты, вот если в Дагестане нам в первую очередь рассказывали, какие особняки и показывали, то в Кабардино-Балкарии нам в первую очередь рассказывали, сколько у человека гектаров шпалерных садов. Оценить экономическую эффективность этого достаточно сложно, но это очень хорошо показало те реальные проблемы, которые стоят при подобной модернизации, даже когда вот есть внутренняя мотивация элиты. Эта продукция стала конкурировать с традиционной продукцией сельского хозяйства на данных территориях. То есть на самом деле, если бы, например, эти массовые поставки шли там в какие-то торговые сети, а местный рынок по-прежнему снабжался бы экологически чистой продукцией местных садов, то конфликта бы не было и, возможно, ситуация бы разбивалась гораздо более позитивно. Но получается, что даже такие модернизационные инициативы собственно начинают конкурировать с местным локальным бизнесом, которого мы отсюда не видим, но который реально есть, это обостряет конфликты. То есть любая модернизация получается это в будущем конфликт. Вот я видел ваши сценарии развития, там три сценария, и один из них, который вам кажется предпочтительным, с примирением, с экономическими реформами, созданием современных институтов. Все это, кстати, не мешало бы и всей остальной России иметь. Но вот вы говорите, что обострятся конфликты. Мне кажется, что когда вы это говорите, то современным политикам это, прямо скажем, сразу неинтересно. Им же хочется удерживать власть, удерживать ситуацию, и зачем им какие-то конфликты, когда можно продлевать вот это существование сегодняшнее, туда денежку давать, и все будет неплохо. Ну, на самом деле конфликты-то обостряются и так. И уже совершенно очевидно, что просто так прижать крышку кипящего котла не получается, и в общем выплески из этого котла идут и достаточно активно, и иногда в таких вот страшных и трагических формах, как, например, последние теракты. Мы в наших предложениях, хотела бы я обратить внимание. Собственно, не только говорим о том, что могут обостриться конфликты, но и предлагаем определенные механизмы урегулирования этих конфликтов. Потому что вот в тот период, если мы вернемся к началу нашего разговора, в период модернизации, в период разрушения традиционного общества, конфликтность неизбежна. Ни при каком сценарии развития мы от этой конфликтности не уйдем. То есть ни национной, ни силовой все равно конфликты будут? Безусловно. И более того, конфликты, ну, про силовой сценарий мы собственно написали, что мы считаем, что он окончится взрывом. Там собственно других вариантов не просматривается. Но другое дело, что в краткосрочной перспективе он же наоборот создает видимость стабильности. Не очевидно. Вот там он может взорваться в любой момент. Мы просто не уверены, что этот взрыв можно, так сказать, мы не готовы сказать, в какой момент произойдет взрыв. Но, в общем, взрыв может произойти практически в любой момент, потому что силовой сценарий очень сильно нарушает жизненные стратегии очень большого числа людей. Это всегда очень опасно для любой власти, когда, например, начинаются облавы в халяльных кафе в Махачкале, а вот это была такая практика некоторое время назад, то мы должны понимать, что это может любым способом представляться общественному мнению, как там борьба с радикальными исламскими течениями и так далее, но реально это наезд на бизнес, на конкретный бизнес людей. А это еще не реализация силового сценария, это еще относительно мягкие меры. Когда мы говорим о силовом сценарии, мы говорим о более жестких мерах. Ну, а когда Москва убирает, например, господина Амирова с поста мэра Махачкалы, это разве не сценарий, с нашей точки зрения мы называем силовым сценарием ситуацию, когда насилие воздействует на жизнь большого числа людей. А разве сейчас оно не воздействует на жизнь большого числа людей в сценарии, который вы называете инерционным? То есть все двигается, как оно было 2-3-4 года назад, но с небольшими нюансами, скажем так. Вчера пытались помириться, а сегодня с весь Олимпиадой опять подкрутили гайки. Ну вот здесь идут такие волны, противоположные тенденции сталкиваются, в какой-то мере гасят друг друга, и в общем вот такого вот катализатора, который бы поджег Бекфорда в шнур, с нашей точки зрения в инерционном сценарии можно избежать. Хотя он может перейти в силовую, это возможно, безусловно. А вот когда реально насилие деформирует жизнь большого числа людей, вот тут уже вероятность взрыва резко повышается. Знаете, еще звучало мнение, что вообще проблема Северного Кавказа все-таки не региональная, а общероссийская. Ну и вопрос в том, что Россия конечно больная страна, вот у нее есть более больной орган, скажем так, Северный Кавказ. Можно ли лечить Северный Кавказ, имея в целом больную, коррумпированную и прочую авторитарную Россию. Вот вы знаете, я наверное сейчас скажу совсем страшную вещь, но да, безусловно, мы можем сказать, что Северный Кавказ это наиболее больной орган в этой стране. Но вы знаете, вот когда орган наиболее больной, защитные силы организма наиболее активно стремятся там переломить ситуацию. Северный Кавказ это территория, где реально достаточно сильное, активное и влиятельное гражданское общество. Мы можем его так не воспринимать. Нам кажется, что там какие-то дикие архаичные люди с автоматами. Да, только бегают с автоматами. На самом деле это далеко не так. Гражданское общество на Северном Кавказе реально серьезное, влиятельное, авторитетное и, наверное, работая с этим гражданским обществом реально можно добиться хотя бы каких-то позитивных изменений. Давайте еще вопрос возьмем. Вот из Москвы Александр Николаевич. Пожалуйста, ваш вопрос, Ирина. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот что-то слушал-слушал, и у меня совсем мозга заехала. Ну, как-то надо бы определиться, мне кажется, что все-таки что такое модернизация. Ну, вот, то ли переход, например, от страны от крестьянской цивилизации к городской, как вот Китай сейчас, так сказать, совершает такой вот рывочек, то ли, так сказать, нашу советскую индустриализацию, коллективизацию, можно ли назвать это модернизацию общества, или все-таки модернизация это нечто другое, может быть, может быть, в смысле Сингапура, который за 10 лет и действительно элиту новую создал, и действительно новое производство, и новое, как говорил наш, так сказать, реформатор мышление. Спасибо, понятно. Спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос, я на него с удовольствием отвечу. Вот вы знаете, у нас сложилось такое впечатление, что модернизация это некое такое хорошо асфальтированное шоссе, по которому мы едем от традиционного общества к некому светлому будущему. Вот на самом деле модернизация это совершенно другое. Модернизация это очень тяжелый процесс, это такая глубокая яма на этом шоссе. Когда у вас уже разрушаются регуляторы традиционного общества и еще не сформировались регуляторы общества современного, когда общество чрезвычайно турбулентно, когда люди вынуждены вырабатывать новые ценности, вырабатывать новые смыслы и находятся в этом смысле в постоянном и очень активном и очень тяжелом поиске. А в этой яме в темноте очень хорошо воруются. Ну, в общем, да. В общем, да. Но надо понимать, что не это определяет суть процесса. Когда это происходило, например, в России после отмены крепостного права или в 30-е годы уже при советской власти, вот те люди, которые отрывались от корней и уходили в город, в общем, так или иначе абсорбировались крупной промышленностью. На индустриальной фазе это была естественная модель модернизации. Вот сейчас модель модернизации какая-то другая. Мы даже еще не до конца понимаем, каким образом трансформирует себя то общество, которое уходит от традиционной организации и не выходит в промышленную. Хотя какие-то наметки вот этой модели уже понятны. Это в принципе очень интересная аналитическая, теоретическая, научная задача, к которой почти никто пока не подступался. Но представление о модернизации как движение к светлому будущему, оно в общем очень мало соответствует действительности. Вот я недавно прочитала роман Андрея Белова «Петербург». Очень советую, почитайте, сразу станет очень хорошо понятно, что такое состояние людей и периоды модернизации. Там и про террористов есть не хуже кавказских. Вот вам русские националисты скажут в ответ, ну хорошо, вот Россия прошла часть пути вот этой промышленной индустриализации давным-давно, а Кавказ отстал. Вот пусть они там самостоятельно запоздали, решают свои проблемы как-нибудь без нас, тем более культура у них другая, традиции у них другие и так далее. Что вы им ответите? Ну, на самом деле, безусловно, можно строить китайские стены в любом месте, в любое время, но мы как-то живем не в том веке, когда строятся китайские стены и когда они эффективны. Но империи распались практически все, колонии стали самостоятельными, хорошо ли это, плохо это факт? Империи распались, колонии стали самостоятельными, конфедерации выжили и достаточно успешно развиваются. Вы про Швейцарию? И про Канаду. Поэтому тут как бы процессы самые разные, но проблема собственно не в этом, я говорю сейчас не об этом. Я говорю о том, что современное общественное развитие, экономическое развитие, которое связано с инновациями, с новыми технологиями, на самом деле требует толерантности, оно требует взаимодействия культур, потому что в обществе, которое разделено китайскими стенами, очень сложно найти новый, нестандартный, креативный взгляд на мир. То есть для вас Кавказ это источник нового? Для меня Кавказ это вызов для российского общества с точки зрения того, способно ли это общество жить в современном мире или оно способно жить только в мире китайских стен. Ну, вам скажут, что вызов это неосвоенная Сибирь, Дальний Восток откуда уезжает население, несмотря на замечательные экономические возможности теоретически запущенные, не Черноземья, пустоши вокруг в 150-200 километрах от крупных городов и так далее. Разве это не вызовы, которые должен решать русский народ, скажет вам патриот-националист? Если мы посмотрим на вызовы, с которыми сталкивается современный мир, то мы увидим, что это вызовы другие. Это, безусловно, вызовы взаимодействия разных культур, это вызовы взаимодействия разных систем ценностей и, собственно, очень во многом будущее развитие страны, в том числе и экономическое, зависит от того, как эти проблемы будут решать. Я напомню о том, что, например, у Ричарда Флориды, который писал про креативный класс, один из показателей привлекательности территории, который может выглядеть очень странным, это гей-индекс. Вовсе не потому, что Флорида был таким сторонником геев, а потому, что это является критерием толерантности. Насколько общество способно принимать другие взгляды на мир. Общество, которое не способно принимать другие взгляды на мир в инновационную эпоху, оказывается, не очень конкурентоспособным. Просто люди будут выбирать вот Кавказ с террором, проблемами и так далее, или что-то другое, может быть, не такое приятное и перспективное, но более спокойное. Скажите, а вот вам не кажется, что нам тогда придется вот выбирать как-то уж очень постадийно? Сначала мы решим, что нам не нужен Кавказ, вот сейчас возникли проблемы в Татарстане, мы решим, что нам не нужен Татарстан, а дальше, что еще нам окажется ненужным? На самом деле, представление о том, что можно физически отсечь проблемы, которые не являются проблемами, так сказать, физического разделения, это очень опасная иллюзия. Проблемы Кавказа решаются по-другому. Заканчиваем. Рим Стернеровского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова